Итак, всем привет, с вами ДубГ, мы продолжаем играть в Кайдвершизу, латинский наш союз, итальянский, и мы победили интернационал практически в одиночку. Дальше, я думаю, конечно же будет Рейхспакт, ну и посмотрим, что там потом может в России или еще что-то. И плюс, я надеюсь, что у нас будут еще какие-то ивенты, которые нас куда-то направят, как это было с Испанией, как это было со Францией и Румынией и остальным. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, подписывайтесь, лайк, комментарий оставляйте, кликайте кнопочку уведомлений, и мы поехали. И мы можем создать свое собственное британское правительство. И да, не вернуть этих ребят домой. В общем-то, а почему бы и нет. Ну и к войне с Германией нам нужно, во-первых, немножко восстановить наши вот эти вот запасы, которые в минуса ушли. А во-вторых, конечно же, доделать еще пару армий, потому что у нас пока что немножко не хватает на хороший фронт. Ой, и наконец-таки я вот сделал этот вот итальянский еридитизм, и у меня открылись вот эти фокусы. Appliance, минус сопротивление, то есть подчинение получается. И да, видите, мы можем сделать, пойти дальше и пойти какие-то фокусы поделать. Фокусы. То есть мы можем восстановить домейн Амадеуса, не знаю, что это, но восстанавливаем. Ой, это как раз-таки это самое Испания. И мы можем поставить в основном, под новым каким-то домом. Либо мы можем поставить ошибку прошлого и объединить короны. Конечно, хотя у меня есть ощущение, что и так мы это уже сделали, но допустим, делаем это все, так сказать, по решению. Потому что, видите, там был еще самый латинский союз, он так должно быть на все это корки. Ой, Германия, смотрите, как идет на восток. Это будет главным для нас моментом, тоже самим пойти в Германию. И мы восстанавливаем итальянскую Ириденту, не знаю, что это значит, но, в общем, это все итальянские, я так понимаю, территории, где бы они ни были. И наша армия здесь выглядит намного-намного веселее, так что сейчас чуть-чуть еще пообучаем наш механ и будем готовить наступление. И пока по фокусам мы восстанавливаем наши клеммы на все. Наша армия уже практически готова. Эта армия деплоится и мы действительно пойдем в атаку. Смотрите-ка, произошел референдум в Тишино. Хотят ли они присоединиться к Италии? И они сказали нет. Но явно, явно швейцарцы просто помешали народу Италии в этой провинции высказать свое мнение, честно. Поэтому нужно, конечно же, этому народу помочь освободиться от швейцарской тирании. И смотрите-ка, мы можем обменялись стрельбой, обстреляли друг друга. В общем-то, да, уже сотни. Мы можем вернуться, отменить вторжение, либо объявить полную мобилизацию и объявить войну. Конечно, это мы и сделаем. Как раз как до того, как у нас экономика демобилизуется. Я жду, пока у меня войска здесь аргу восстановят. И вот, поехали. Надо только авиацию расставить еще. В теории, конечно, кстати говоря, Германия может даже не вписаться за ребят из Швейцарии, но скорее всего впишется. Ну и мы здесь достаточно быстро проносим все. И они хотят мира, смотрите-ка. Нет, теперь война не окончится, пока мы не промышируем по Швейцарскому плату. Поехали. И да, позвали они Германию. Это значит, что сейчас пойдет потеха, как говорится. Начинаем потеху. Это достаточно очевидно для нас теперь становится, что Германия уже близко не готова к войне с нами. Они, видимо, их облифовали. Хотели, наверное, чтобы мы просто вышли. Но мы куда-нибудь будем выходить, мы будем только входить. И много-много раз, как говорится. И вот Швейцария сразу и капнула. Территория почему-то взяла и передалась России вообще. Что я могу надо сказать? Ладно. Что мы теперь можем нормально сделать в фронт? Итак, мужики перегруппировались. Можем продолжать наступление и на фронте в западном. В принципе, это сложно назвать какой-то даже войной, сражением. Потому что это просто сдача Германии всех своих территорий нам. Да. Ну и просто супер-быстрая война какая-то. Ноль вообще войск было на нашей границе. Из-за чего, действительно, даже сражений нормальных не было. Мы потеряли всего 10 тысяч. И за 10 тысяч мы забрали с собой весь Рекс-Пакт. Ну да, вот и коллапс. Тут ребята что-то там мерятся. В общем, все понятно. А вот и долгожданный кап. Да, Европа стала выглядеть получше теперь. Ой, даже смены пришли в Антон. То есть, смотрите, мы перевоевим вот этими ребятами в Каирском Пакте. Как раз территорию, которую мы все и хотели вернуть. Что меня достаточно радует. Отправим мы сюда нашу теперь кавалерию. И наши войска доехали. Закидываем сюда еще, конечно, авиацию. И начинаем веселую натрезку о Каирских Пактах. Ну, конечно, против механов, да еще и под нашей авиацией. Даже близко. Ничего противопоставить не может. Мы спокойно все захватываем. И, я полагаю, заберем себе. Добили мы Марокко. И сейчас здесь, я так понимаю, добьем Египет. После чего, куда мы пойдем? Наверное, пора было бы нам пойти на восток. А, у них... Господи, Пакт на ненападение с нашим лидером. Это действительно неприятно. Ну и вот мы стали выглядеть немножко привлекательнее еще. Мы, кстати, говорим с местным царем Богандой. Не Богаса, конечно. Что-то около этого. Отправляем туда просто механы. Я думаю, они быстро с ними разберутся. Мне просто нужно выйти в мир, чтобы... Ну, нужно перемирие. Потому что у меня фокусы требуют, чтобы я был в мире. Видите. К сожалению, я все еще не в мире. Но так как мне нужен мир, я отправляюсь захватывать в Финляндию. Туда авиацию перебросил и работаю по ним. Нужно что-то сделать с Кубой? Наверное, да. Да, здесь выставка уже готова. Если не отправил сюда авиацию, стоило бы. Но я могу ее просто здесь заспавнить. И проблем вроде как с этим не будет. Ну да, выставка, конечно, просто нет шансов у кубинцев. Потому что авиация делает очень больно. Кубы победили. Осталось в Финляндию. Здесь, конечно, есть некоторая проблема. В виде того, что у меня здесь, очевидно, нет снабжения. Но я могу начать делать вот так. И, в принципе, я быстро его получу, если я к порту приеду. Это немножко нас спасет. Но все еще дальше будет тяжело. Зато есть авиация. А авиация, в общем-то, решает любые проблемы. Ну и новая HD тоже решает проблемы. Без дебафов войска. Внезапно, кто бы мог подумать, нормально пробиваются. И, наконец-таки, Финляндия тоже побеждена. Ну все же, остается у нас реально только один противник. И я, наверное, сделал вид, что я не вижу факта не нападений. Потому что у меня нет ни одной кнопки выйти из этого альянса. Увы. Так, и у меня сейчас ломается фронт. Да, из-за этого. А значит, что... Да, я действительно не могу покинуть сегодня. Могу съесть Португалию. Я не думаю, на самом деле, что у меня если я с кем Португалию вылезет хоть что-то еще по ивентам. В общем, кнопки эти закончили. Хотя можно было бы что-то еще прикольного придумать. На всякий случай, я прежде чем закончить партию, зааннексирую Порту. Но это позже. Да, я авиацию уже передаю ботом. Пускай сами с ней уже занимаются, справляются. Можем, кстати говоря, закламить австри... А вот эту вот... Африку. Вот здесь, видите, вот эта кнопка Товарст Тирана. Товарст Тирана, блин. И сказано, вы типа должны иметь территорию. Но мы-то их и так имеем. Я понимаю. Расскажите всякие филми, дубровник. То, что мы имеем у наших вассалов. А здесь, наверное, хотят они, чтобы мы имели это напрямую. Но я не буду, наверное, анонсировать это. Я просто разрешу себе нажимать любые кнопки. И я себе также анонсировал Ливию. Потому что, видите, у меня есть фокус на них. Поэтому сложно сделать это через фокус. Правда, непонятно, что он дал. Может... Да, нахрен я узнаю вообще, что он дал. Судьба Ливия. Еще то же самое мы можем сделать. Ладно. Это работает странно. Но мы можем напасть на Джуран. Сделаем это. Но давайте сначала вот сюда. Ой, Монгольская империя захватила Владивосток. Могла она здесь подзахватить что-то. Так понимаю, распался альянс китайский. И они что-то даже справляются более-менее с Японией. Но я думаю, наверное, Япония будет посильнее. Хотя, неизвестно. Здесь все-таки очень много духов на именно армию. Ну, что я могу сказать? Поехали. Нападаем на Россию. И сразу же, конечно же, на все ее марионетки. Ну, я ожидаю достаточно быстрой и простой войны. Мы уже слишком сильны. Ну, на все механизируемые войска. Да. Просто саптываются по России. И, господи, как же мы много тратим топлива. Что в воздухе, что на армию. Где-то при наших огромных доходах по топливу у нас производится из двух сотен нефти топлива и еще столько же из-за синтетики. Реально очень много. Но этого не хватает. Ладно, просто закупим еще. Ну, слушайте, достаточно быстро, я думаю, мы их капнем. Потому что, видите, у них ворсаппорт улетает. Он, в принципе, базовый, не сильно хороший. А тут еще и, видите, огромные потери. Действительно гигантские потери. Ну, в принципе-то и видно. Из того, что у нас как фронт продвигается. И наши потери, притом, минимальные. Все логично. Да, вот и, в общем-то, все. 2,4 миллиона получилась потерь. Просто, вот, и переборка была. Да, так и есть. Действительно, очень быстро. Ну, как я и говорил, аннексировал еще Португалию. Может, у меня что-то выскочит. Потому что я все корки вернул. Типа. Той самой латинской унии. Латинского союза, очевидно. По ощущению, нет. По ощущению, в общем-то, это действительно все, что у нас вообще есть. Что, на самом деле, крайне странно. Да. Как это казалось бы, должно быть какое-то продолжение. Но на этом действительно все. Так что, да, ребят. На этом мы и подокончим наше похождение, пожалуй. Потому что, ну, что нам еще остается сделать? Уже ничего. Так что, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твилизи, дескорт. Будете все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует.